Привет, друзья! Вот в сайте, который делает наш Фёдор Макаров, наш сценарист, с которым мы писали в своё время книгу «Национальная идея России. Генератор будущего». Ну там, значит, в этом сайте есть прошлые наши выпуски, наши диалоги в интернете, с комментами мы так общаемся, я же всё читаю внимательно и отвечаю на вопросы. И по теме шло о том, как говорить с самим собой, о внутреннем диалоге, когда он прекращается, когда человек снимает стресс, он исчезает, и почему он возникает. Там всё есть, кто не видел, посмотрите. Это так интересно, и так много наших участников Школы Человек будущего Homo Futurus такие удивительные воспоминания в своей жизни написали, удивительные опыты, удивительные советы. Да, оказывается, очень много людей с зеркалом разговаривают, а те, которые разговаривают с иконами, например, а кто-то разговаривает с мнимым собеседником, который сидит на стуле, как бы напротив него, и он задаёт ему вопросы, собеседник ему отвечает, или три стула поставит. Я рассказывал там такой эффект, который возникает, когда у меня было сильное-сильное напряжение, не мог решить сбалансированный какой-то вопрос, связанный был с работой. Я на трёх стульях посадил собеседников мнимо, им задавал вопросы, и они мне отвечали. То есть, по существу, это работа техника подсознания, то есть, как заглянуть в глубины своего «я», в глубины своей психики. И вот я теперь эту тему как бы заканчиваю, и вот начал новую тему для вас, друзья, о том, как сверхобучаемость, как можно мгновенно обучиться чему-то. Я привёл пример, неожиданный для многих, потому что этого никогда не было. Во всём интернете, нигде в книгах я не читал, что, оказывается, вот это образование фобического синдрома, это же ведь я решил так, по моему мнению. Ведь это есть, как происходит мгновенное обучение. Потому что один раз человек испытал стресс, испытал подъём артериального давления, или там его душа астматическая, заколотилось сердце, или уснуть не смог, там погода изменилась, и вдруг у него зацепило. И теперь каждый раз выскакивает, потому что это доминантный якорь образовалось, который при каждом следующем случае может выскакивать. И как это погасить? Видите, ну короче говоря, мы этим занимаемся, я специалист, я сказал, по проблемам страха, по проблемам творчества, по проблемам стресса. Я обучаю людей опасных профессий, я обучаю людей творческих профессий, я уже об этом говорил. А здесь я повторяюсь для новеньких, потому что я сейчас сюда приглашаю новеньких людей, в основном молодёжь, чтобы показать им простейшие приёмы, с помощью которых можно совершать рекорды, сдавать успешные экзамены, увеличить силу свою физическую в 5-6 раз, то есть в разы. Это здорово. Да, и как быть обаятельнее, притягательнее, как магниты для людей, и на чём основано доверие, почему тебя слушают, а другого нет. Так, чтобы это было. И вот сейчас я в очередном ролике про сверхобучаемость хочу напомнить ещё раз, что был такой Райков, который гипнотизировал детей, в гипнозе внушал, что они гении, и они после этого лучше рисовали. И я сказал в этом ролике о своём анализе этого события, что на самом деле можно без всякого гипноза внушать им уверенность через то, что снимать блоки ума и тела с помощью приёмов раскрепощения, там хлёст руками по спине, шалтай-болтай, лыжник там, бой с тенью, ну, после этого берёшь и кисточку рисуешь, уже лучше получается, потому что снял нервно-мышний зажим. А ещё лучше, когда ты это соединяешь с левитационными приёмами. Ну, много там у нас технологий, методических приёмов, алгоритмов и схемотехник по методу ключ, очень много. И каждый подбирает то, что ему подходит. А почему Райковская методика работала? А потому что, оказывается, дети на самом деле хорошо умеют рисовать, и мы умеем всё делать хорошо, лучше, чем нам кажется. А почему мы имеем некое представление о себе с какими-то ограничивающими убеждениями, что мы того-то не можем, а это не можем, а потому что нас учили в школе неправильно? Нам иногда, ну, не во всей школе, я говорю, но плохие педагоги тоже бывают. Ну, хорошие педагоги правильно учили, я, может быть, неправильно выразился, извините. Бывает. Ну, слушайте меня внимательно. Вот с этого момента, потому что я сейчас буду завершать. Это же очередное у меня сейчас, вот это видео, видео очередное, потому что я завтра-послезавтра тоже ещё буду делать и делать, как, оказывается, нужно. Освобождать себя от ограничивающих убеждений, занимаясь любимой деятельностью и любой работой, чтобы ты мог быстрее входить в ритм, быстрее входить в поток, поток, да, освобождаться от этих вот границ, от страха, штампов мышления и авторитетов, и наоборот, как раз-таки пронизывая всё это, как сбрасываешь стену, выходить на такое свободное состояние сознания, создавать изобретения и создавать неповторимость маска на холсте, и слово написать такое в своём произведении, чтобы легче тебе было, чтобы тебе природа помогала. Потому что когда тебе природа помогает, всё лучше получается, всё легче получается. Когда ты работаешь над чем-то согласованно со своим талантом природным, когда ты и талант совпадаете, происходит взрывной, лавинообразный эффект и включение здоровья, энергии, сил, перспектив, новые горизонты, и вы можете пробивать стены. Ну вот я вам сейчас хочу сказать в завершении этого момента, что оказывается, когда мы снимаем нервномышечные зажимы, когда мы совершаем или, допустим, сочетаем это с левитационными движениями, мы выходим на иное состояние, в котором нет барьеров, но в русле заданной темы. Вот в чём дело. И что там происходит? Там происходит то, что говорил Чик Сен Михаи о потоке. Я вам хочу сказать один маленький пример. Самое главное, что когда ты стараешься сделать что-то, когда ты прямо в холст смотришь и стараешься, а тебе надо отойти от холста, почему я картины свои показываю? Чтобы прививать это мнение на их примере. И на нашем коллективном разуме, когда вы мне даёте советы, что я их взвешиваю, принимаю решения, и картины улучшаются, становятся шедеврами. Кому не нравится, не смотрите. Смотрите только то, что нравится. Теперь слушайте меня. Там букет не дорисован. Дорисуем. Что ещё добавить, что убрать, что убавить, что прибавить. И, оказывается, однажды я бросал снежок в дерево на далёком расстоянии. Со мной стоял легенди Александр Пухов, полковник. Он ко мне приезжал. Я тогда в Армении работал. А он был... Пуховская лаборатория до сих пор известна. Это же такой известный профессор. Он был моим очень большим другом. Потом, когда я даже диссертацию защёл в Центр авиационно-космической медицине, он мне там помогал. Ну, он был и официально помогал. Так вот, вопрос в том, что я бросал снежок в дерево, вот так брошу, и точно попадал. А он старается бросить, старается, очень сильно старается, и почему-то не получается. И он мне говорит, слушай, а как ты это делаешь? А я говорю, старайся, не старайся. Ну, я с ним на вырос говорил. Старайся, не старайся. Это вам говорю, всем. Старайся, не старайся. Соединяется я, не им. Это и происходит. Когда ты рисуешь, например, или пытаешься стихи создавать, когда ты стараешься, не стараясь. Ну, поэтому многие артисты 50 грамм для храбрости перед выходом на сцену. Было такое. А у нас вместо 50 грамм раскрепощающие действия, о которых я говорю, потом выходи на сцену или на спортивное соревнование, или рисовать на холсте. Так вот, я холсты вам показываю, чтобы привести пример и сказать, что когда близко ты находишься в задаче, в задаче, которую хочешь решить, тебе надо отойти. И вот это вот, на дистанцию, как от холста отходит художник, чтобы увидеть картину целиком. Я вам говорил о теореме Гёделя, когда человек находится внутри эмоций или внутри задачи любой, всегда он пытается решить вопрос средствами данных, ресурсов, и не может, потому что ему надо выйти подальше, посмотреть со стороны, сверху. Откуда сверху? А сверху, оказывается, это чем ты свободнее, чем ты спокойнее, чем ты раскрепощеннее, чем ты ближе к нулевому состоянию, в самом нуле, ты так высоко и в то же время так глубоко, спокойно и безмятежен. Вышел из стресса, вышел из стресса, потому что мы обычно всегда стараемся что-то сделать и вносим туда свое я, эго. И мне, мой товарищ, он моложе меня, он на моем методе много чего построил, очень талантливый человек, Алеша Воронов, да, он мне показал прием, на котором я сейчас завершаю. Он говорит, держите руку вот так, да, тоже держит вот так, ну, короче, силовая борьба руками, да. Давайте, ну, молодой, я делаю, я не могу никак победить. Он говорит, а теперь представьте себе, что это не вы. «Внимательно, все внимания. Сейчас вспомните Ройкова, вспомните, что вы гений, вспомните еще чего-то, вспомните, как стараюсь и не старался, теперь вспомните, все сейчас вспомните». И он говорит, а теперь представьте себе, что это не вы, уберите свое я. Я уберите. И представьте себе, что это огромная жоботь такая, ну, механическая такая, которая, ну, просто мегатонный, такой силач. Представьте себе это, что эта рука не ваша, а металлическая, что там от нее отходят какие-то шланги, и там люди качают туда кислород, там качают много чего, чтобы вам там, 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 там. И я ему раз, и щип, и сразу руку положил. Алеша Воренов, талантливающий парень. Да, передаю привет. Здесь был очень хороший показательный пример, как надо себя изъять, оставив только свои исполнительные системы. И в этот момент Райков это делал путем внушения что-то гений для детей. Кто как это делает, когда кто-то рисует. Я, когда делал левитационное движение, воображал, что я рисую только шедевры, и у меня блок пропал. Я стал рисовать шедевры, и через год-два сделали выставку. Так вот, вопрос в том, в следующем ролике я расскажу, как мгновенно обучаться таким навыкам, с помощью которых вы сможете всегда и везде лучше делать свое дело, чем обычно. И тем более, запоминать лучше что-либо, учиться быстрее и успешнее, и меньше тратить на это сил и нервов. Потому что все дело в том, что надо просто знать эти вещи, о которых мы говорим в школе «Человек будущего» Homo Futurus. До встречи, друзья!